почему на руси женщин называли бабами примерно с 18 века словом баба стали обозначать рожавшую женщину низкого сословия например женщину крестьянина их более высокому сословию помещикам купцам слова не применялось есть версия что с тюркского языка баба это предок мужского пола а уже на руси бабами стали называть женщин уподобляющимися мужикам неряшливых и не культурных на языке санскрит баба яга это мудрая старуха женщина владеющая особенными знаниями ведунья но отчасти я уже свое время как-то говорил о том чтобы это мудрый то есть баба яга это мудрая мудра мудрость я движение это движение дорога телега нога и так далее оба ну пожалуйста у индии по сей день есть там саи баба баба джи и так далее все мудрый мудрый и так далее но так вот в эпоху киевской руси бабами называли взрослых женщин жен крестьян слова характеризовала возраст человека невозможно назвать бабы молодую девушку лет двадцати есть мнение что на руси бабы называли женщину родившую дочь говорили оба ободилась то есть ру родила дочку а если рождался мальчик мать называли молодухой вот как-то так ну и кстати папа тятя да а мудрый батя как-то так всем привет с вами книга коп добро пожаловать на мой канал сегодня в центре нашего внимания обалденная шикарная книга наглядные уроки письма эта книга это просто золото я бы сказал для того чтобы научить ребенка красиво писать так уж выходит что все уже начинают переходить к цифровым писанием в общем напишут и забывают что такое писать красиво но тем не менее прошу отметить что в современных школах там на этот урок может нам выдаваться в районе часа детишки в общем как могут так и укладываются в этот час но во времена пушкина это как ни крутит было часов 18 ну говорит что там были слишком отсталые дети я бы не сказал на другой момент что сегодня мы уже век цифровой но тем не менее именно красивое письмо это и есть отражение человека не даром есть науки по которым можно по почерку определить собственно человек какой по характеру но это уже другая история и так наглядные уроки письма первые шаги книжка первое уникальное издание 1916 года москва наглядные уроки письма и так здесь вы увидите прописи картинки задачи правила и что мы видим в самом начале в азах три основных правила наглядного обучения письму первое пусть дети ни одного слова не пишут не представляя того о чем пишут ни одного письменного слова без живой мысли вдумайтесь второе письмо надо ставить так чтобы дети вовсе не ошибались ни одной ошибки для глаза ни одной ошибки для руки и третье на наглядных уроках письма учитель должен меньше учить а ученик больше учиться больше простора в письме для детской самодеятельности вот как-то так ну и посмотрим вензель безусловно имперской вот вот собственно как таковое начало рисуночки вроде бы от картиночек отталкиваемся затем потихонечку у ребенка приучают к пониманию что вот она линейка линия крючочки очки змеи змейки пожалуйста все здесь есть но что очень важно друзьям и повторяя правила без картинок ничего нет обратите внимание женщина ау ау ребенок уа уа смотрите и ребенок это пишет то есть есть картинка он это пишет дальше отца вот смотри о сумму так ухо нарисовано ухо саха дальше мама нарисована сумма дальше рама муха все это здесь очень интересно грамотно и это ребенок запоминает как правильно выглядят эти буквы он читает он пишет и он вырисовывает нас и пожалуйста ноша вот сок да это же как мудро сделано это так интересно красиво ну конечно же современные тетради есть какие-то определенные свои плюсы которые мы можем наблюдать сегодня но тем не менее я могу про своеверство сказать что я не помню чтобы у нас был рисунок там дальше была вот такая вот штука до нас учили как правильно все рисовать но я не помню что мне учитель рисовала луну и я под ней писал луну считаю что это очень интересный прием собственно если его делали в начале двадцатого века и подходили именно к такому варианту почему бы нет у каждого своя метода поэтому я думаю эта книга будет обязательно интересный полезно тем кто ее возьмет может быть даже там распечатает для себя пожалуйста представить что-то найдет интересного своей картинки подставит чтобы можно было сделать такой прием пожалуйста начертите такие вот линии и поставьте какие-то рисуночки и распечатайте и пусть ребятенок вот так это пишет запомните эти правила которые здесь написаны ну собственно передаю с удовольствием в изучении и прочтении эту шикарную замечательную книгу ссылочка по традиции будет под видео на сайте книга коп . рф заходим смотрим образовываемся и для детишек много чего тоже забираем и кстати кто-нибудь знает выражение беситься с жиром как появилось выражение на руси а очень просто выражение беситься с жиром ассоциируется с богатым и ненасытным человеком но по продолжению этимологов сначала так говорили не о богачах и так шанский николай напоминает что словом жира на руси называли богатство верно но не только богатство профессор макиянг соглашается с ним и добавляет что у слова жир на руси было второе значение пастбище место где кормится животные и было еще одно переносное значение избыток ведущий к тлению то есть элементарно слишком много съел объелся как крыло в блинов до смерти это конечно неправда на украине выражение жиру вообще относится к собаке заболевший бешенством в толковом словаре далее тоже встречается фраза собака жиру бесится то есть первоначально выражение беситься жиру относилась только к животным в частности к собакам и только примерно с 19 века стали говорить про людей у которых всего вдоволь а им все мало палец вверх подписываемся на канал ну а я продолжаю дальнейший книга коп пока пока